Так, что я хотела еще рассказать на основе вот этого кроя. Посмотрите, как легко сегодня лето на дворе, да, сделать юбку вот такую. Длинную. В пол вот такую вот, да. Она будет с запахом. Вот с таким, так, пляжный такой вариант. А может быть и не пляжный для кого-то. Вот эта невидимая часть. И эти уголочки у нее будут сняты. Вот представляете, какая юбочка. Ну и что нам ее кроить? Мы сложили ткань. Это же та же самая. Вот если мы вот сюда вот так вот продлим, допустим, вот этот запах, да, то у нас получится юбка полусолнца. Юбка полусолнца выглядит вот так. Да? А юбка с запахом, и у него срезаны вот эти уголочки. Эти уголочки срезаны. Она выглядит вот так. Вот и все. И сюда пришивайте пояс, какой вам удобно, вот к этому месту. И все. И на пляж прекрасное решение юбки. Никаких не надо вам делать этих швов. Вся трудность это обработать вот эти вот, вот эти срезы. Тут надо быть, конечно, аккуратненькими. Научиться эти срезы обрабатывать. Может быть вы ролевым швом на верлоке сделаете, если ткань вам позволяет, потренируйтесь, посмотрите. Московский шов, конечно, я бы тут вам не рекомендовала. Но с другой стороны, мы, знаете, какой руликовый шов, где рулик мы делали. Но рулик это с косой бейкой принято считать. А мы на зигзаге в детстве. Вот так вот был зигзаг, да? Закруточка называлась. И мы вот этим вот зигзагом мелким-мелким-мелким обрабатывали иногда валаны. Пока я еще не знала московского шва, обрабатывали вот эти все вот таким вот зигзагом. Тоже хорошо получалось. Ну, в общем, любым понятным вам способом это вот самая трудная задача в этой юбке. Но еще что надо для таких юбочек с запасом иметь в виду, что длина-то талии, полуобхват талии СТ у вас был 36, да? Значит, вот эта величина, вот эта величина вам выбирается какой длина 36? Она выбирается, длина талии, она у вас будет 36 умножить на 2, потому что вам нужен обхват, да? И плюс величина полузаноса. Вот эта вот величина, это полузанос. Да? Да. Потому что с каждой стороны по половинке надо добавить. Ну, назовем ее тоже вот таким полузаносом. И чтобы было у нас все хорошо, ну, вы тоже можете ножки свои показывать. Тогда полузанос будет 20. А чтобы ножки не показывать, то надо его делать 30. Тогда здесь напишем 20 или 30 сантиметриков. Вы добавляете, то есть вот этот заход одного полотнища на другое, он выбирается у вас в зависимости от модели. Вот так легко и просто вы можете краить. А так как сегодня много идет синтетики, какой-то сетки, можно вот этот край вообще не обрабатывать. Просто взяли, сложили ткань, во сколько? В два слоя. И все срезали. Только главное рассчитать вот эту величину и, соответственно, вот эти вот длины откладывать. То есть идет расчет, начинается вот от этого, найти вот этот радиус. Обязательно нужно найти вот этот радиус. Радиус равен, чтобы вы его знали хорошо. Вся сложность найти вот этот радиус. А радиус найти сантиметровая ленточка помогает. Можно, конечно, использовать формулу. Длина окружности равна 2πr. Давайте мы ее сюда напишем. Длина окружности, это наша талия, равна 2πr. Где π равно 3,14. Но надо вам этим заморачиваться. А вам, у вас известна длина окружности вашей талии, но у вас неизвестен радиус. Значит, отсюда следует, что бы найти радиус, нужно длину окружности разделить на 2π. Пожалуйста, кому сантиметровой ленточкой бегать, возиться неохота, можете вот по этой формуле рассчитывать. Трина окружности у нас фактически это обхват талии вашей, да? И деленное на 2 умножить на 3,14. Вот и все. И тоже получится очень точное значение вот этого радиуса. Можете таким способом действовать, а можете вот таким способом действовать. Вот так будет выкраиваться юбочка полусолнца.